О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершеленко. Здравствуйте. Один украинский военный ранен на Донбассе. С полуночи российские оккупанты четыре раза нарушили режим тишины, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута. Позиции объединенных сил обстреляли в районе Крымского, Водянова. Утолоковки оккупанты с пяти утра в течение получаса вели огонь по украинским опорным пунктам из крупнокалиберных пулеметов. Российские мины обезвреживают защитники Приазовья. Позиции на мариупольском направлении украинские военные заняли около месяца назад. Сейчас активно обустраивают опорные пункты. На бывших позициях боевиков обезвредили уже более 600 мин различных систем и продолжают очищать территорию от взрывоопасных предметов. Также там есть неоспоримые доказательства российского присутствия, говорят украинские бойцы. На мешках для земли штамп «Кубань» на консервах изготовлены в РФ. С начала российской агрессии на Донбассе от Мин погибли 977 мирных жителей. 1528 человек получили ранения. Это даны Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Центр досуга и самоорганизации. В прифронтовом селе Боброво Луганской области открыла переселенка, а она купила дом и отдала его жителям села. Женщины обмениваются опытом вышивки, шитье, вязании. Мужчины играют в интеллектуальные игры, а дети развлекаются на качелях или лепят из пластилина. В центре побывали корреспонденты ЮЭТВ. Пенсионерка Валентина Ивановна вышивает подсолнухи. Над картиной из Мулине работает второй месяц. Живу одна. Живу одна. Дети приезжают, но в доме я сама. Скучно. Начала ходить в этот центр. Тут общаешься с людьми. Веселее. Научилась вышивать. Женщина живет в селе Боброво. Этот населенный пункт находится в красной зоне, недалеко от линии фронта. Соседний поселок Донецкий через 15 километров. Уже под контролем российских наемников. Начинает стрелять. Начинает стрелять. Сидишь, ковыряешься, отвлекаешься. Там считаешь крестики. Там попадаешь в дырочку. Отвлекаешься от грохота. Односельчанка Валентина Ивановна предпочитает раскраски антистресс. Мелкие элементы яркими фломастерами Любовь Николаевна может заполнять часами. Сидишь, вспоминаю, играешься, думаешь, какой цвет подобрать, чтобы покрасивее было, ярче. Так же, гномик. Ну, смотри, шапочка какая у него получается. Место для досуга организовала переселенка из оккупированного Луганска. Елена покинула родной город в 2014 году. Рассказывает, решила создать центр, чтобы у односельчан было место, куда можно прийти, отдохнуть и пообщаться. Купила маленький домик, сделала ремонт. Теперь центр принадлежит общине. Здесь есть вай-фай, он бесплатный. У нас даже вот мы розетку вывели на улицу, вдруг у кого-то разрядился телефон. Сюда приходят как женщины, так и мужчины. Играют в шашки и домино. Видишь соседей, справа, слева, через дорогу. С этого края на тот край, не докричись. А тут пришли, пообщались. Все в куче. Новостями обменяемся, общаемся. Нашли занятие и для детей. Кругленькое сделай, на ромашку, сердцевинку кругленькое надо. Помогает центру развиваться Международный благотворительный фонд «Каритас». Он же приглашает сюда раз в неделю психолога. Когда у нас мы испытываем стресс, невозможно принять правильное решение даже вот так. Это тоже и на решение влияет. И когда мы дышим глубоко, мы учимся дышать животом. У нас полностью напитывается кислородом легкий, дальше весь организм. Мы, во-первых, что успокаиваемся, во-вторых, что мы начинаем более осознанно думать. Сейчас центр посещают около сотни жителей. Этим летом они планируют обустроить сад и поставить беседку. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV. Проанализировать проблемы, за решением которых крымчане едут на материковую Украину. С этой целью на контрольных пунктах, на админгранице с оккупированным Крымом проведут мониторинг. У жителей аннексированного полуострова будут спрашивать о цели поездки, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Это будет анонимное анкетирование. Подобный мониторинг уже проводили в прошлом году. Тогда он показал, крымчане едут на материк, чтобы получить медицинские услуги, решить проблемы с документами. Есть те, кто едет на обучение. Массовые протесты возобновились в Гонконге. Участники выступают за отставку главы администрации Гонконга Кэрри Лам и за отказ от принятия изменений к закону об экстрадиции. Просто отложить мало, говорят участники протеста. Прямую трансляцию из Гонконга вы видите на экране. Несмотря на позднее время, участников в десятки тысяч, большинство из них пришли в черной одежде, некоторые с белыми гвоздиками. Это не тот законопроект, после которого обычные жители должны стать счастливее. Мы не хотим этого и не допустим. Мы все здесь едины. На прошлых выходных на протесты вышли около миллиона человек. Это печальное время. Ну хорошо, что мы здесь все вместе. Гонконг. Автономия Китая. Там есть собственные независимые суды, законодательство и экономика. Пекин контролирует оборону и международные отношения. Однако, согласно новым поправкам к закону об экстрадиции, власти Китая получили бы возможность отправлять подозреваемых в преступлениях жителей Гонконга на материковую часть Китая или в другие страны и судить их там по своим законам. Активисты считают, таким образом Пекин сможет преследовать людей, критикующих деятельность китайских властей. Наводнение на востоке Великобритании водой залило более тысячи домов. В графстве Линкольншер объявили режим чрезвычайной ситуации. За несколько дней там выпала двухмесячная норма осадков. С берегов вышли реки, сообщают местные власти, для помощи аварийным службам. Приплекли вертолеты, они сбрасывают песок и создают временные дамбы, чтобы остановить мощные потоки воды. По данным синоптиков, проливные дожди в регионе закончатся через несколько дней. Папин праздник впервые в Украине официально. В мае президент подписал указ о праздновании Дня Отца в 3-е воскресенье июня. В этот день напоминают папам о любви во многих странах мира. В Киевском парке Муромец папы организовали для детей игровую зону и спортивные развлечения. Вместе с детьми играют в мини-футбол, бегают эстафеты, проходят на скорость полосу препятствий и соревнуются в конкурсах на ловкость и внимание. Мы приглашаем всех отцов и детей вспомнить, что мы все-таки отцы. И в первую очередь, что мы ответственные отцы. То, что мы должны быть примером для наших детей. Потому что сложилась еще в советских времен такая легенда, что папа должен только деньги зарабатывать. И там на выходные, может быть, пару часов сыном посидеть, уроки поделать. Мы полностью ломаем этот стереотип. Мы показываем, что отцы должны наравне с мамами, а может быть, даже где-то и в большей степени заниматься детьми. Более 150 тысяч цветов, загадки греческой мифологии и скульптуры богов. Все это можно увидеть в Киеве на спевочем поле. Там проходит летняя выставка «Цветочная Эллада». Каждая композиция символизирует один из древнегреческих мифов. На выставке побывала корреспондентка ЮТВ «Любовь Задорожная». Анна – фотограф и мама троих детей. Яркую фотосессию малышам решила устроить на цветочной выставке. Очень интересно, много разных образов. Можно за один час сделать фотографии абсолютно разного стиля, абсолютно разного плана. И мои дети очень сильно любят природу и красоту. Вон, посмотрите. Старшая дочь Анны, 6-летняя Юлия, чувствует себя на выставке настоящей феей. Здесь очень красивые цветы, много красивых камушков, красивые статуи. Название выставки в этом году – «Цветочная Эллада». Композиции выполнили в древнегреческом стиле. Рядом с каждой – табличка, каким именно мифом вдохновились дизайнеры. Очень все приятно, очень красиво сделано. Все мы под впечатлением. Какие люди искусства это делали. Нам очень нравится. Полюбоваться древней Грецией в цветочном стиле приезжают и гости столицы. Приехали изначально сюда, думаем погулять по Киеву, а потом подруга говорит, что выставка, поедем, посмотрим. Очень красиво. «Цветочная Эллада» продлится на спевочем поле до 28 июля. Любовь Задорожная, Сергей Ильинский, ЮЭТВ. Постоянное обновление новостей на сайте телеканала «ЮТВ.ЮА». Заходите. Спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Оставайтесь вместе с нами. Оставайтесь вместе с ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова